меня зовут паша то есть обычный пацан местный с района это пришло не знаю после армии как-то пришло само по себе первая машина была восьмерка купешечка мне нравилось потом купился десятку затонировал бы пан все дела но мне это не особо вкатило купил иномарку иномарку покатался тоже и взял продал потому что она мне не легла к душе вот взял классику начал восстанавливать хотел корча сделать сначала в боевую классику посмотрели кузов кузов хорошие решили сделать все таки восстановление машины но и чуть-чуть сильно сделать чтобы чтобы красиво качественно кататься мне зовут василий хоботов это моя машина ваз 2103 можно так типа наешь я занимаюсь последние восемь лет фотосъемкой работаю фотографом во всех направлениях в омске я никогда не стремился к без посадки авто нет это просто типа ну купил тройку покатался маленько захотелось ниже сделал ниже потом блин надо еще ниже еще ниже сделал уже все ты едешь максимально на статике собираешь все до работы выезжаешь за полтора часа что мало ли где-то там коч какая-то мало ли не заведется мало ли депсы остановит в от раза типа это нормально было и все потом пневмоподвеска опять ставишь ее она не ложится до конца опять начинаешь пилить 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 в дороге джиги там остается один кузов на сверху снизу все выпилено полностью ну почти у меня загорелось почему-то именно тройки я больше ничего не смотрел только тройки-тройки искал какие-то варианты сначала там попадались варианты от школьников просто без тормозов они катались без прав такие машины смотрел это было страшно потом еще один вариант предлагали она была подрыв подготовлена в итоге знакомый говорит я у тройку купил себе говорит показывать крайна классная вообще вся ровненькая у нее печка работает зимой он на ней бочком наваливала вообще прям идеальная я такой хочу все продаж нет не продам где началось это меня по музыку все хочу купить у тебя и все подругом так потом определенную ночью лежу просто такой хочу и все начато решать я вам прям ночью типа набираю ведь по всего же должна быть цена типа давайте какую-то цену называешь я у тебя приезжаю забираю на десять тысяч больше ставить цену и приезжаю там тут же денег подсобрал 35 тысяч и купил да оно само так пришло я иномарку продал и там собирался бизнес небольшой делать потом пробухал деньги сотку наверно пробухалами там осталось 60 тысяч купил вот тройку и все за 20 тысяч купил и начал делать потихонечку в течение года наверное я собирал покрасил и все типа я лучше новую возьму чем старую ты возьми старую дешевле и восстанови ее и ты будешь знать что она у тебя вся целая без косяков без каких-то ты будешь знать и уверен в нее она по настроению автомобиль мне на нем нравится ездить и я езжу всегда когда позволяет погода когда погода плохая либо ехать куда-то надо там по нашим российским дорогам раздолбанным я езжу на крузаке она стояла у людей просто во дворе и при приехал посмотрел взял все было на таком же цвете в желтом но тускловато уже со временем года взяли свое ну и кривая немножечко там побито там пошоркано ну пришлось сделать перекрашивать и все выравнивать куча денег времени ушло полгода наверное мы украсили первый ремонт двигателя был произведен она никогда до этого не ремонтировалась сейчас после капиталки пробег 109 тысяч получат капиталку когда сделал у меня счетчик обнулился сам у меня получается 99999 было и после капиталки я его обнулил вот так что теперь можно сказать 9000 на машине всего пробега вообще я домой еду могу за и доехать там с левого берега за 10 минут я доезжаю минут за 30 потому что я объезжаю все эти дороги дворами где-то вообще через другие районы в нефтяники обывало ездил вообще по левому берегу по объездной мне так нравится и не могу на высоко ездить даже смотреть на высокую мне противно отвратный не хочу я когда купила я сразу же пружины срезала пустил на пол она уже не крашеная была грязная все равно твержавая и уже люди просто ездили ехали мимо и лайки 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 кидали сейчас вот после покраски как бы так езжу ну и вторая машина есть поэтому как бы похер я второй владелец не каждый попасается таким что не знаю там какие-то свежие машины там 13 годов там по 10 хозяев что купили сначала когда я купил катался полгода вообще с ней ничего не делал как она была я катался и катался это была зима это был дрифт учился но никуда не улетал то есть но разбил в другом месте сначала это было где-то на партизанское ехал там бмв с номерами очень красиво меня подрезала так сказать он виноват все дела долго это дело пытались замять но в итоге как бы правда была на стороне тройки подошел человек показал видео кубы и все как бы на решилась уже ближе к зиме было дрифт опять же все вот это вот сделали мы на дифференциале заварку то есть на дифференциал заварили чтобы два колеса сразу буксовала для дарился так сказать плюс лысая резина я поехал на работу просто поворачиваю в поворот заварка поедет прямо ну собственно всю жигу которая ехала мне на встречу и сверачил опять левое крыло тоже в которое въехал бмв то есть по идее можно было не чинить я не чинил то есть видимо ждал вот это вот это потом двигатель умер после опять же этого дрифта которого там всю зиму мы на нем дубасе или на этой тройке она не была такой вообще никогда она была другого цвета она была повыше под дрифт можно сказать мы и делали не было куда цели такой что-то сделать какая-то там красивая на пневме не было какой-то цели это была просто машина на повседнев на которой ездил на работу на съемки на свадьбы просто не знаю там загород куда-то каждый день ездил они вообще постоянно там пробеги были не знаю точно по 30 в год только я всю собрал двигатели сделали мы всю морду переварили полностью то есть поменяли там левое правое крыло поменяли телевизор капот применяли двигатель поехал я тоже опять же на работу и на маяковском выскакивает газелька я со свистом с тормозным путем 29 метров влетаю в нее на всей силе так сказать затормозил но не до конца то есть но газелька выскочил я в нее влюпехался и вот это было на на самое большое расстройство то что я только обосновил она уже была на пневме все такое красивое и вот тух опять все в этот момент у меня руки полностью опустились потому что это получается уже третье дтп страховку выплачивали очень хорошо то есть если я купил за 35 тысяч рублей страховка выплатил за три раза 87 за жигули 76 года долго 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 ничего мы с ним делали потому что зима холодно и вообще руки опустились не хотелось ничего делать в итоге такое собрался с мыслями за зиму купил вторую машину и все начал подлетаю восстанавливать на месте полтора-два мы с ней копались вообще постоянно усиленно все переваливаю но не доделали хотели все дело покрасить красиво собрать но как все знают коронавирус планы испортил осталось это все вот в таком виде не в идеальном так сказать так вот по сравнению с желтой но и 3 она намного ближе к идеалу прям очень близко здесь как бы да это стиль это вот 3 метра отходит от машины и да она справится то есть кто-то вот на остановке стоит она прилетает вся остановка вот так вот посмотрит максимально то есть не остается таких кто не посмотрит каждый подойдет сфоткает поинтересуется хочу как но вот близко пока к ней не стоит подходить я купил она голая была я потом потихонечку собирал покупал находил на разборках снимал с машину на разборках вот все полировали оставили на место решетка была разбитая пришлось новую искать вот я купил донора 74 года вот с него все сняли и сюда закинули там руль сидение решетки до на арке хром полностью только пружины порезаны спереди четыре витка сзади половина просто одну пружину взяли пополам распилили и закинули вот а так практически ничего не менялось все родное кузов есть родной все вот как было выпущено 76 году все все на месте до сих пор тонировал я купил мне интересно было как она будет тонирована выглядеть она была тонирована когда купил только задняя часть машины я получается снял тонировку и потом через год я захотел затонировать машину типа бы пан там вот это все дела движения бы хотел посмотреть как она будет поехал купил съемную тонировку затонировал и на всю машину съемку не гитайкой там за 100 рублей там четыре или пять тысяч потратил чтобы купить тонировку затонировал два дня поездил не понравилось я снял короче и все она теперь валяется салон все родном ничего не делал надо перешивать руки не добрались дуть вопрос сколько ты положил денег в этот автомобиль ну все вместе 200 тысяч где-то может 210 215 можно было дешевле сделать она столько эмоций принесла что вообще не жалко 200 тысяч просто едешь все на тебя обращают внимание это классно прикольно так ну а так и езжу вот по нормальному городу среди иномарок много кто подъезжает сфоткаться вот у меня недавно с ленты выходили армянин сидел в шевроле камара в новом и ждал нас полчаса пока мы выйдем мы вышли из магазина он стоял рядом с нашей машины мы подошли к машине продукты в багажник он подъезжает говорит я вас полчаса ждал говорит поехали сфоткаемся и мы поехали с чуваком вот фоткаться просто человек полчаса нас ждал чтобы сфоткаться с машиной я никакому стилю не стремлюсь вообще нет такого то есть я езжу на сходке там без посадки авто не этой же на сходке боевая классика я ездил там на сходке классик омск где-то машины все в идеале все ровненькие красивые то есть нет такого что каком-то я стилю подношу последние три года она была на повседневе каждый день ездил но после последнего дтп пробрал вторую машину поэтому сейчас это максимально можно все резать еще ниже можно сказать не санаде универсал это называют техничка для тройки захотел там коробку перевести что такое вот идеальный вариант коробка там стояла 4 ступка думал поставить пяти ступку для чтобы ездить там по трассе поставили пяти ступку она оказалась еще короче чем 4 ступка то есть ну какая она была завода 4 передачи они вот здесь не должны стоять она будет долго ходить она приятнее тусим для города опять же сколько ты положил денег в этот автомобиль многое и наступает такой момент когда после определенную сумму ты не считаешь то есть нам приблизительно цена 150 после этого я не считал на приблизительно 1200 в общем вышла но покупка машины музыка пневмоподвеска какие-то там хром детали которые заказывал других городов в омске вообще этого ничего нету то есть примерно 200 всем похоронено это конкретно не жалеешь нет вообще опять же откатаешься не сани на этом легко крутится руль автомат ездили допустим с кондиционером все классно вообще легко крутится вечером выезжаешь на тройке это все так тяжело роль крутит много всяких звуков дребезжание что там вообще что-то там дымит вообще это кайф понятное дело что такого не должно быть но это очень эмоционально ты едешь музыку наваливаешь опускаешь ее в пол но опять же опускаешь на пневмоподвеске я езжу практически всегда в самом низу потому что зачем пневмоподвеска чтобы ездить в верхах нет она нужна для того чтобы типа ну вот ездить низко ниже чем ты хочешь на статике чего нужна пневма в россии наверное она нужна не для того чтобы поехать лежать а именно для сотрудников дпс пока это нельзя узаконить это вот именно так все работает хороший знакомый я ему капот подарил который он разъебал решетку не знаю поставил или тоже у вас есть взаимопомощь поздать он не дает запчасти его подкаю так это и было чинить друг другу помогаете машине они не ломают типа из разряда реально чего-то такого большого не кажется не было движка не каждый перебрал понятное дело все а в остальном типа ну подвеска что-то такое сам делается движки перебирали кому-то обращались его в каждый из вас сам отдельно я сам я с братом делал гаража вот разобрали привезли так также вытащили сделал осталось еще то поколение молодежи ребятам которым по двадцать пять по двадцать шесть лет которые вот молодость жигулях вот эта тенденция еще существует когда руками пошел на самом деле типа есть люди кто сдает машину в сто там те самые пружины пили что такое они просто несут вот деньги вот джигули отпилительные пружины и все без души какое-то кайп надо этим заниматься будет душа тогда будет машина выглядеть как она выглядит сейчас смысл и гордость то будет это сам сделать у меня съездил отдал пацана ну и чё мы относимся к ним как вот ребенку они просто наездники может быть кто-то то есть это там сломается там редукторы счет отлетит там колесо им по фигу будет обидно блин там занятий вейт-волы на этих вейт-волах на белых на флипперы боком раздашь они все про разлетаются и все собственно как у меня это все произошло вейт-волы за лето я скатал два комплекта в прошлом летом очень быстро носишься больше ста километров они взлетают спокойно вот видишь ездишь там ничего не будет вот катаешься и катаешься да я люблю по ветерам приезжать домой бухать пиво выпивать выпивать пиво до закуриваешь кальян включаешь телек playstation и пошло-поехал потом когда хорошая погода выбираешься на рыбалку наши бачки там самый вот этот кайф на спине закидываешь вылавливаешь щук вообще шикарно это тоже передаваем ощущения такие же как ездить на такой машине и вообще владеть похожие вещи на машине ездишь собираешь взгляды а потом идешь на рыбалку и уходишь от этих взглядов и с природой просто подходишь да и успокаиваешься вообще не это фотографа основном я выйду сам на парковку ну как первый из был поехал пофотку потом поставил что-то еще на нее поехал пофотку то есть какие-то кадры новые ищешь новые локации то есть выезжаю за горы там 50 километров от города это дачаевский монастырь где темно-темно ставишь машину на выдержке вот пишешь получается там звезды много-много много ну какой-то кайф стоит ты просто тройка и на фоне все звезды едешь по трассе на кайфовой машине слушаешь музычку с девушкой ездишь если еще девушка от этого кайфует это вообще прям это большой кайф так хобби я допустим опять же связывать фотографии там рисовать люблю на графическом планшете зимой сноуборды опять же машины в гатрифтом душа лежит то есть третью машину буду брать 100% еще одну вот так вот не делайте на ручник нельзя дергать и когда-нибудь подрастет твой ребенок и ты просто не кому-то продашь у меня для этого картина дома даже висит картину сделал на drive 2 кубок получил отправили с москвой кубок вот такого-то большой а так планы не знаю у меня большие планы то есть если паша возможно уже воплое законченный вариант что у меня еще планов она много переживет еще то есть это или будет замена кузова на более ровный так сказать или этот кузов максимально что-то нереально стендс возможно там с диким развалом бмб мост туда поставим все так он еще куча куча доработок покраска пока есть вот это вот наверное чем заниматься этим интересно заниматься когда ты доделаешь покатаешься годик потом становится скучно хочется что-то на дуго брать после этого мужчины возможно возьму там волгу 24 на быстро пневме чтобы она там прыгала так ну или гидравлика конечно что такое интересное это хобби большая который может заниматься ну а на этой ноте мы говорим вам до свидания до встреч инстаграмы и контакты на этих ребят будет в описании мы будем продолжать делать для вас контент такого плана подписывайтесь ставьте колокольчик с вами была команда технолог под продакшеном артем и люкс фильм всего доброго и удачи